Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости. С вами Панай Сумбекова и сурдоперевод Марата Шумабекова. В начале выпуска коротко о самом главном. Скоро зима, а там и холода. Уровень подготовки бюджетных учреждений к отопительному сезону проверил зам Акима области. Столичные мотивы в области проходят вне столицы. Поздний ренессанс или рассказ о том, что благоустраивать свое село никогда не поздно. В Казахстане наблюдается снижение уровня безработицы среди молодежи. Сегодня 82 тысячи молодых людей не имеют работы, не занимаются предпринимательской деятельностью и не учатся. Итоги за второй квартал текущего года относительно неплохие. Однако работать еще есть над чем. В список государственных программ для молодежи пополнит новый проект. Дорожная карта по обеспечению занятости и социализации молодежи НИД. Сегодня разработчики представили его на заседании правительства и получили одобрение. Согласно программе, возрастная категория от 18 до 29 лет и охватывает сразу несколько категорий населения. В списке иждивенцы, молодые женщины, фрилансеры, сельская молодежь, люди с ограниченными возможностями, выходцы из малообеспеченных семей и асоциальные группы молодежи. Государство предлагает им комплексную помощь, как при решении жилищного вопроса, так и открытие своего бизнеса. Кроме того, проект предлагает создание консультативных центров для молодежи по выбору профессии, продвижении технического и профессионального образования и многое другое. Детали будут дорабатываться. Второй вопрос на повестке заседания – уборочные работы. Из-за дождливой погоды в текущем году компания в зерносеющих регионах идет с отставанием от графика и ниже показателей прошлого года на 20-25%. В связи с чем, премьер-министр страны дал ряд поручений регионам. Поручаю взять на контроль своевременное завершение уборочных работ, воспользовавшись благоприятными погодными условиями. Также Министерству энергетики необходимо рассмотреть вопросы по выделению дополнительного объема дистоплива регионам. Нужно успеть все к сроку. Меньше месяца осталось до начала отопительного сезона. Как идет подготовка к зиме по нашему региону? Сегодня перед заместителем Акима Алматинской области Айдарбеком Байжановым отчитались руководители районов и городов в режиме селекторной связи. Полтора миллиона тонн угля составляет потребность индивидуального сектора по Алматинской области твердым топливом. Как сообщил в своем докладе представитель управления ЖКХ региона, ежедневно на тупики и края поступают порядка 90 вагонов угля. Все запланированные ремонтные работы в электросетевых компаниях, тепловых и водопроводно-канализационных сетях почти полностью завершены. Одним словом, все идет по плану. Теплоснабжающие предприятия будут обеспечены полным запасом угля для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Однако есть низкий показатель реализации, наблюдаются в следующих районах. В Кирбулагском районе 26%, в Раймбекском районе 16%, в Толгарском районе 36%, в Балхарском районе 41%, в Каратальском районе 41%. Наблюдается ежегодный рост потребления объемов твердого топлива. Так, потребность на 2017 год составляла 1,043 млн, а в 2016 году уже составлял 1,350 млн тонн. На должном уровне идет подготовка к отопительному сезону и в областном центре. Как рассказал замоким Аталдыкургана, сейчас на складах региона есть порядка 6 тысяч тонн угля, а в пути находятся еще около 5. А в целом на предстоящий зимний период областному центру понадобится порядка 195 тысяч тонн угля. Для этого на сегодня на топики области ежедневно поступает 17 вагонов, что составляет 1100 тонн. То есть необходимый запас твердого топлива до начала отопительного сезона руководство Аталдыкургана обеспечит, заверил Марлен Кульбаев. Если говорить по объектам здравоохранения и образования, то в городе сейчас идет активная работа совместно с профильными управлениями. На сегодня в областном центре имеется 75 учреждений образования. Им по плану требовалось порядка 170 тысяч литров жидкого топлива. Сейчас все идет согласно графику. А твердое топливо завезут до конца сентября. Его количество чуть более трех тонн. К тому же планировали обеспечить две поликлиники Аталдыкургана 96 тоннами угля. Сейчас все уже закуплено. Однако ложка дегтя все же присутствует. Как рассказал зам Акима Талдыкургана, сейчас вагоны с твердым топливом задерживаются на попутных станциях. Тем самым уголь поступает в областной центр с опозданием на 5-6 дней. Айдарбек Байжанов дал поручение руководству КТЖ в скором же времени исправить данную ситуацию и доставлять твердое топливо в наш регион по графику. Всем Акимам районов и городов я поручаю максимально серьезно отнестись к этому вопросу. Он находится на личном контроле главы края. Надеюсь, вы помните, что было в прошлом году. Так что работайте с населением, проводите разъяснительные работы. И главный вопрос – сдерживание цен. Средняя стоимость по области должна сохраняться. Остался месяц до начала отопительного сезона. Думаю, все понимают важность данного вопроса. Совещание завершилось приятной ноткой. Как сообщили ответственные лица, уже завтра в Даматалды Курганцев вновь будет подана горячая вода. Азад Жумаханов, Жаслан Шингенже, Телеканал ЖТСУ. Сразу шесть меморандумов подписано в рамках сегодняшнего бизнес-форума «Межрегиональное сотрудничество» Астана Алматинской области. В основном они дадут новый импульс развитию сфер предпринимательства, туризма, а также информационных технологий, как в нашей области, так и в столице. На таких бизнес-форумах зарождаются выгодные соглашения, заключаются меморандумы о сотрудничестве. А предприниматели находят новых партнеров. Дни Астаны в Алматинской области дали импульс двухстороннему бизнес-развитию. Делегацию из столицы ознакомили с потенциалом ЖТСУского региона и презентовали ряд проектов. В основном они касаются цифровизации, производства, инфраструктуры, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. Диана Алматинская области. Центр обслуживания инвесторов, Центр обслуживания предпринимателей. В том числе этот центр будет обслуживать и всех жителей, то есть для удобства ведения всех взаимодействий бизнеса и структур. Астана уже давно стала одним из доноров для республиканского бюджета. За 20 лет развития столицы в город было привлечено почти 8,5 триллионов тенге инвестиций, из которых 20% частные. То ли вне бюджетных инвестиций достигло порядка 80%. Так, на бизнес-форуме столичные гости представили такие инновационные проекты, как смарт-медицина, смарт-образование, Астана-такси и мобильные приложения Open Data, ЕКСК и другие. А уже для дальнейшей реализации программ в нашем регионе сторонами подписан ряд двухсторонних меморандумов о сотрудничестве. Азад Жумаханов, Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. Из столицы с любовью. По-праздничному ярко, зажигательно и неординарно проводят эти дни жители Талдыкургана. В рамках неи Астаны в Алматинской области свыше 150 деятелей культуры и искусства столицы демонстрируют лучшие авторские произведения. Одними из тех, кто уже успел завоевать сердца зрителей областного центра, стали артисты Казахской государственной академической филармонии Акимата города Астаны. Подробнее об их выступлении расскажет Ануар Амангельдинов. Дни Астаны, проводимые в регионах, несут в себе очень важную духовно-просветительскую составляющую, считает председатель столичной делегации Жанат Нурпийсов. Как отметил почетный гость, на встрече с первым заместителем Акима Алматинской области Лазатом Турлашевым, руководством региона проведено немало работы для внесения своей лепты в развитие и процветание главного города страны. В рамках празднования 20-летия столицы в областном центре состоялось торжественное открытие проспекта Астана. Помимо этого, в Волокольском районе появился парк, названный в честь главного города страны. Специально для того, чтобы жители столицы смогли насладиться целебными свойствами озера Алаколь, запущено авиасообщение в две стороны. Мы будем и дальше работать во благо нашей Астаны, ведь от процветания главного города республики зависит развитие всего Казахстана. Мы гордимся Астаной и считаем ее по праву мировой столицы. На три дня Дворец культуры имени Ильяса Жан-Сугурва стал центром творчества столичных коллективов. Если ранее свое мастерство продемонстрировали музыканты государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой, то теперь очередь выхода на сцену наступила для артистов Казахской государственной академической филармонии Акимата города Астаны. Для талдыкруганского зрителя лучшие столичные кюши, термеши, солисты классического и эстрадного вокала исполнили более 20 композиционных номеров. Основной заготовкой музыкальной части вечера стало выступление группы традиционной музыки Хорхот. Только с филармонии приехали 7 коллективов. Это уже постоянные коллективы, которые ездят по Казахстану. Вообще очень много коллективов. То есть, если, допустим, взять только театр, там, естественно, трупы всякие. Единственная самая большая группа – это с филармонии приехали. Цель и задача – то есть пропагандировать культуру Астаны, нашу культуру, то есть празднование нашей, властелить нашей столицы в целом. Особое настроение зрителям областного центра подарил народный танцевальный ансамбль «Шалкама». Как говорят организаторы, коронными номерами в репертуаре коллектива являются танцы «Есель Еркелере» и «Биши Каин». Профессиональные хореографические постановки отличались особой грацией и изяществом, не раз вызывая продолжительные аплодисменты зала. Талдыкурганская публика очень радужна и тепло нас приветствует. Радует, что зрители очень внимательно смотрят выступления всех наших артистов. 20-летие Астаны – это праздник для всего народа Казахстана. И чтобы он ощущался во всех точках страны, мы вместе с коллегами проводим вот такие концерты. Очень рада, что такие концерты проводятся в нашем городе. Надеюсь, они будут организовываться как можно чаще. Особенно меня вдохновляет чистота звучания казахских национальных инструментов. Слыша их во мне, просыпается гордость за то, что наша земля богата творческими личностями. Советую посещать такие мероприятия молодым людям. Ведь в нынешнее время духовное обогащение крайне необходимо. Спасибо большое всем артистам за этот вечер. Уже завтра лицезреть творчество столичных артистов смогут и юные зрители Талдыкургана. Для них актеры Государственного академического русского театра драмы имени Горького подготовили сказку «Снежная королева». Всего Дни Астаны в регионах продлятся до 25 сентября. Заключительной точкой гастролей станет город Алматы. Ануар Аман Гильдинов, Ержан Дюсен, телеканал ЖИТСУ. Награда отличникам – тур поездка в столицу. Десять лучших учеников творца-школьников областного центра в рамках НИИ Алматинской области в Астане получили возможность бесплатно посетить главный город страны. В ходе экскурсионной программы дети посетили главные достопримечательности столицы, как монумент Байтирек, Национальный музей страны, павильоны, международные выставки Экспо-2017 и многие другие. Как признается директор дворца-школьников, таким образом они хотят дать стимул и мотивацию детям учиться только на отлично. Поездка в Астану, конечно же, запомнится надолго нашим детям, ведь они увидят своими глазами город будущего – нашу столицу. Туры мы проводим ежегодно и благодаря поддержке руководства области главный город страны посетили более ста учащихся. Я надеюсь, что эта добрая традиция продолжится и в последующие годы. Обзор зарубежных новостей продолжит выпуск. В тесноте и в обиде. В Лиссабоне растет недовольство наплывом туристов. Доля арендуемого ими жилья в историческом центре португальской столицы превысила треть, составляет примерно 34%. В некоторых районах число гостей города и вовсе превышает число местных жителей. Таковы результаты исследования, которые опубликовал бизнес-урнал «Джорнал де Негосьес». Власти Лиссабона уже заявили, что будут добиваться ограничения сдачи жилья в аренду туристам и введения квот на их размещение в отелях. Вознаграждение в 100 тысяч австралийских долларов предложили власти штата Квинсленд. За информацию о том, кто подложил иголки в свежую клубнику. Швейные иглы нашли в ягодах от шести местных производителей. Первые сообщения об этом поступили в полицию штата в минувшую среду, когда сразу два человека обратились за медицинской помощью. Всего было обнаружено пять таких упаковок. Две в Квинсленде, две в штате Виктория и одна в Сиднее, штат Новый Южный Уэллс. И хотя сразу после сигнала в клубнику шести производителей изъяли из продажи, премьер-министр Квинсленда Анастасия Полощук заявила, что до сих пор неизвестно, сколько таких упаковок приобрели покупатели. Ведь продукция местных ферм поставляется во все сетевые супермаркеты страны. Основной версией полиция считает месть обиженного работника одной из ферм, поставлявшей клубнику. На французском острове Реунион в Индийском океане субботы продолжается извержение вулкана Питон де ла Фурнес. За великолепным зрелищем в ночное время наблюдают тысячи туристов и местных жителей. Фонтаны лавы достигают 30-ти метровой высоты. Высота самого вулкана, одного из самых активных в мире, 2000 метров. Обзор подготовила Панай Сюмбекова по материалам интернет-ресурсов. В Астане теперь можно сделать деньги из мусора. Там заработали пункты приема мусора. И теперь жителям платят от 3 до 100 тенге за использованные бутылки и макулатуру. Сортирующие фирмы очень рады такому новшеству. Они говорят, что мусор всегда в спросе. Его даже не хватает. Однако пунктов приема в столице настолько мало, что экологи уверены, ощутимой пользы они не принесут. Пункты приема мусора в Астане, где платят за старые газеты и бутылки, заработали пару дней назад. Правда, на весь город всего 9 точек. Идея возникла давно, и как только появились инвесторы, сразу же стали воплощать ее в реальность. Главное – научить столичных жителей трепетно относиться к мусору, сортировать его, при этом еще и заработать. Так за кило пластиковых бутылок можно получить 40 тенге. Самый дорогой товар – это банки из алюминия. 100 тенге за кило. В Мангоставской области растет число матерей-героинь. Одна из них – 37-летняя Лаура Айджанова, которая воспитывает семерых детей. Несмотря на это, женщина находит время для любимого дела. Она не просто открыла швейную мастерскую, в которой трудятся 10 человек. Она также обучает этому ремеслу многодетных матерей. Лаура планирует увеличить не только масштаб своей мастерской, есть мечты по расширению семьи еще как минимум на троих детей. Житель Атырауза платит штраф за необычное предложение руки и сердца. Как сообщили в пресс-службе специализированного административного суда Атырауз, в ретропарке молодой человек сделал предложение руки и сердца с помощью пиротехнических устройств, устроив фейерверк. Романтический порыв влюбленного был замечен сотрудниками полиции. В отношении молодого человека был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 ст. 436 КОАП РК. Применение пиротехнических изделий в неотведенных для этого местах. В суде 21-летний правонарушитель признал свою вину и попросил прощения за нарушение общественного порядка. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 33 670 тенге, сообщили в пресс-службе суда. Информацию подготовили Ануар Амагильденов и Пана Усимбекова по материалам интернет-ресурсов. В Вестердинском районе снизилось количество пожаров. К примеру, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 42 случая. С начала нынешнего года 13 пожаров. Все же нужно соблюдать бдительность, отмечают специалисты. Ведь наиболее распространенными причинами пожара являются нарушения правил безопасности самих сельчан. Ежеквартально специалисты отдела чрезвычайных ситуаций района проводят разъяснительные мероприятия среди населения. На этот раз они раздали информационные брошюрки в селе Кукжаза. Классный час на тему правила поведения при пожаре прошли в школе и в детском саду. Как отметили выступающие, причины пожара могут быть самыми разными. И здесь важное правило поведения предупреждения возгорания. Если дети это усвоят, то многих опасных ситуаций можно просто избежать. Ребята – это дружина юных спасателей, которые помогают нам в проведении агитационных мероприятий. Мы планируем сейчас провести работу по обучению населения в живом секторе. Вот мы раздали памятки на данный момент. Сейчас мы проводим работу в рамках Месячника пожарной безопасности. В селе Капал возрождается Центральный парк. В минувшие выходные в рамках осенней программы озеленения и благоустройства высажено 500 саженцев плодовых, хвойных и лиственных деревьев. В 90-е годы, рассказывают старейшины, это место было излюбленным для сельчан. Как вспоминает Маратхан Сарбаев, в те годы на территории парка регулярно высаживались цветы и деревья, а по выходным для сельчан проводились концерты. Позднее парк запустел, а в этом году руководством Капала принято решение вдохнуть в любимый сельчанами парк новую жизнь. Надеемся, что скоро здесь будет зеленый массив, который украсит наше село. Я думаю, что посаженные деревья будут радовать еще не одно поколение наших потомков. Для этого мы должны совместными усилиями делать все возможное для развития нашего села. Всего за выходной с жителями села высажено порядка 180 дубов и берез, а также более 300 тополей. Как сообщил Акимсела, теперь подобные мероприятия в Капале будут проводиться чаще. Орочная система здесь, нашего Капала, она была сделана еще при Советском Союзе. Сейчас она устарела. В этом году мы начали восстанавливать всю орошительную систему. Наша вот орочная система. Она берет начало у подножия гор, Советский Капалка. Этот канал назывался Дольский. Мы усилиями нашего села ула выходили на субботник, восстановили русло этого канала. Довели эту воду сегодня до нашего парка. И вот сейчас здесь прорыли 38 орков. Вдоль этих орков сейчас высаживаем эти деревья. По информации местного руководства, в ближайшее время в Центральном парке появятся скаймейки, асфальтированные дорожки и многие другие удобства для сельчан. В последующие годы в программу благоустройства и озеленения села войдут и другие места Капала. Азад Жумаханов, Ельдана Сарсимбаева, Ербал Атантилов, телекомпания ЖТСУ из Аксусского района. За чистоту и порядок в преддверии дня города в Талкургане стартовала акция АСАР. В мероприятии по санитарной очистке областного центра примут участие около тысячи человек. Это коммунальщики, государственные служащие, студенты, работники культуры и спорта. Как говорят организаторы, основная цель – это привлечение внимания населения к бережному отношению к окружающей среде, а также демонстрация того, что столица ЖТСУ по праву входит в тройку самых чистых и зеленых городов нашей республики. Всего акция АСАР продлится в течение этой недели. За первый день работы общими силами вывезено порядка трех тонн мусора. Акция АСАР пройдет в три этапа. Первым мы планируем очистить все объекты культуры. Всего в городе их более 20. Вторым по списку у нас идет уборка на территории государственных учреждений. Их в Талдукургане свыше 300. И заключительный этап акции – это очищение порядка 100 дворов областного центра. Всего в данном мероприятии мы задействовали около 10 единиц техники. В нашей стране есть люди, научившиеся побеждать тяжелые обстоятельства, которые преподнесла им жизнь. Пример тому – талдукурганская параспортсменка, мастер спорта международного класса Гульбану Абдыхалыкова, которая недавно завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии-Океании по инвалидному пауэрлифтингу. Лилия Штогрина поделится подробностями. Чемпионат Азии-Океании проходил в Японии. В нем приняли участие более 200 паралимпийцев из 29 стран мира. В родной весовой категории Гульбану Абдыхалыковой до 50 килограммов было самое большое количество участников – 12 человек. Что немного встревожило нашу спортсменку. Такая острая конкуренция была для нее не очень приятным сюрпризом. Более того, она простудилась перед самым выступлением. Но, несмотря на плохое самочувствие, собрала всю волю в кулак и смогла осилить победные 79 килограммов. Помогла вера в себя, поддержка болельщиков и дружеская атмосфера состязаний. Количество было большое. Я переживала, думала, хотя бы, может быть, в шестерку войти. А поехала с желанием войти в тройку. У меня стремление, желание было, чтобы доказать, что я могу, я сделаю. И, ну, когда узнала, что очень много соперников, ну, потом подумала, ну, ладно, хотя бы в шестерку войти, что ли. Но тут Япония, это как страна чудес, она мне принесла чудо. За завоеванной медалью стоит большая работа, изнурительные тренировки и правильная техника тренеров, говорит параспортсменка. А отправной точкой к награде стала победа на официальном чемпионате Республики Казахстан, который прошел в Алматы в августе этого года. Напомним, Гульбану начала заниматься пауэрлифтингом в 2007 году и сразу стала восходящей звездой казахстанского спорта. За полтора года она выполнила норматив мастера спорта международного класса, вошла в сборную республики и стала пятикратной чемпионкой страны. Если бы не было ее характера, целеустремленности, я думаю, таких результатов человек не показал бы, имеется в виду именно Гульбану Адухилкову. Она показала и доказала, что можно выходить, что можно показывать такие результаты, что чемпионат Азии, чемпионат мира, вот азиатские игры, сейчас подготовка идет. И конкретно укрепиться в сборной Казахстана, я думаю, это не каждому удается. Но она, тем не менее, она собрала все мужество свое, свои цели и задачи, которые были поставлены ей для себя, как спортсмена, она выполняет. Каждый снаряд – испытание на прочность, каждый подход – личная победа. Несмотря на непростой диагноз – перелом грудного позвоночника с ущемлением спинного мозга, к любому соревнованию Гульбану готовится с особым упорством и самоотдачей, не пропуская ни одной тренировки. После трехдневного отдыха она уже начала подготовку к важным и престижным стартам этого года – летним паралимпийским азиатским играм, которые пройдут в Джакарте через две недели. Лилия Штогрина, Ержан Дусенов, телеканал ЖТСУ. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!